Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и я, ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат психологических наук, доцент кафедры ВСВО, Наталья Ивановна Расководько. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Поговорим мы сегодня о профилактике суицидального поведения подростков. Тема очень важная, серьезная и проблемная для нашего общества, потому что, в принципе, это сразу становится достоянием гласности. Любой случай, любое проявление, любой трагический случай сразу же разбирается на телевидении, в СМИ и так далее. Поэтому хотелось бы в течение 10 минут, хотя это небольшой отрезок времени для такой серьезной темы, но тем не менее определить основные, возможно, какие-то точки соприкосновения с этой темой, то есть причины и так далее. В чем причины и как, я не знаю, уберечь молодого человека от этого, не знаю, непродуманного и в то же время трагического поступка. Итак, расскажите, пожалуйста, вот, ну, наверное, начнем, да, с молодых людей с самого начала. Так как вы работаете в ВСВО, как вы перед этим сказали, уже 35 лет работаете, то есть вы практически прослеживали, через себя проводили все эти поколения. Вот на сегодняшний день, каков он образ молодого человека, который, ну, в принципе, в ВСВО, как в военные сюда приходят самые подготовленные, поэтому, наверное, вы и расскажете, наверное, да, о самых подготовленных молодых людях. Но, тем не менее, вот этот вот собирательный образ молодого человека, физически выносливого, сильного, а вот как морально, как он подготовлен к взрослой жизни? Очень отличный вопрос, на самом деле. И у меня работа уникальная, у меня удивительная возможность посмотреть в течение 35 лет, как происходит смена поколений. Это очень заметно, но, кроме того, я человек науки, я отслеживаю научные источники. Да, сейчас пришло время говорить о том, что молодые люди отличаются значительно от своих родителей. Иногда это и родители ставят в тупик. Что именно особенного? Ну, в первую очередь, на что можно обратить внимание родителям, это изменение, наверное, особенности поведения детей в сравнении с тем, как родители вели себя в юном возрасте. Вот, кстати, и сейчас новорожденные дети имеют объем головного мозга на 2 сантиметра больше, чем родители. То есть мы живем в информационный век, и природа каким-то образом подготовила, что ли, человека к такому огромному потоку информации. Тем не менее, как это выражается на уровне физиологическом? Во-первых, сейчас у детей, у мальчиков в том числе, меньше мышечная масса. Если говорить о физических нормативах, то дети сейчас, увы, они за спортивными достижениями родителей в среднем в целом, у нас уже не могут, нормативы оказываются для них непосильные. У них чувствительная нервная система. Вот если говорить об этом, то нервная клетка сейчас имеет меньшую оболочку, она тоньше миелиновый слой, позволяет, скажем, реагировать на какое-то событие и проявлять реактивность. И если сейчас говорить об этом, здесь более невротичный такой термин даже есть, уровень невротизма выше. Это дает, в свою очередь, выигрыш в том, что эти дети больше воспринимают информацию. Они просто ее сканируют из окружающего мира. Но это клиповое мышление не позволяет анализировать. Глумены в событии или какого-то факта. Дети не воспринимают для этого. Нужны более глубокие, наверное, инструменты анализа. Такие дети, они очень внушаемые. С одной стороны, они критичные, эмоционально они нестабильные, эмоции для них совершенно полярные. Но они ведомы, получается, да? Да. Надо сказать, что это да. И потом, если говорить о подростковом возрасте, то этот период, он как раз именно направлен на то, чтобы сформировать свое социальное «я». Это тот период, когда формируется личность. И вот еще, что нужно отметить, у детей такого, скажем, возраста, 12-14 лет происходит сбой биоритмов. Они ложатся очень поздно, они спят мало. И это тоже создает еще фон возбуждения. То есть нарушается, опять же, да, эмоциональный фон? Да. Режим дня для них выполнять очень сложно и непросто. Но если говорить о нашем военном институте, то, конечно, у нас генофонд нации, как мы говорим. Физически крепкие ребята мы отбираем именно таких. Психологические тесты позволяют отбирать. Тем не менее, я могу сказать, что даже сейчас современные военные юноши, они более эмоциональные, более чувствительные. И это на уровне одного поколения. Ну, наверное, природа приготовит что-нибудь еще. Значит, уже римская такая пословица «в здоровом теле, здоровый дух» уже на сегодняшний день. Это как раз-таки еще доказывает, что если есть мышечная масса, она формирует возможности для развития и формирования тестостероновой такой внутренней, наверное, программы. Поэтому мышцы, они формируют мускулиность. В наших школах сейчас работают психологи. Психологи, которые, в принципе, их задача состоит в том, чтобы уберечь молодого человека от вот таких вот шагов, от суицидального поведения, как-то это все раскрыть и предупредить. Вот на сегодняшний день они выполняют свою функцию? Они могут, молодого человека, который учится? Ну, чаще всего, как я понимаю, это происходит все-таки в выпускных классах, да? Близость ЕНТ, так сказать, природа уже работает полностью, уже, так сказать, молодой человек, молодые люди уже раскрываются, природа работает, вот. И чаще всего и происходят как раз суицидальные проявления вот в этом возрасте. Психолог может уберечь молодого человека, если он захотел сделать этот необдуманный шаг от этого шага? Прекрасный вопрос. Функции психолога в школе. Защищу психологов. Вообще вот то, что вы сказали, да, происходит вот такой срыв нервной системы, но для того, чтобы произошло такое катастрофическое событие, нужно время, чтобы сойти с ума, нужно время. И поэтому здесь возникает вопрос, кто должен увидеть вот нарастающие признаки угрозы. Если касаться функции психолога школьного, то я не так давно проводила семинар в 15-й школе, это действительно заинтересованные, увлеченные люди. Психология вообще такая наука интересная. Но вот чем должен заниматься школьный психолог? Есть очень много мнений, и я не так давно услышала, как одна мама говорит. Школьные психологи такие слабые, они ничем не могут помочь моему ребенку. А там речь идет о глубокой терапии семьи, не ребенка. Все, что происходит с ребенком в школе, это вынесенные семьи оттуда все корни. Если говорить о том, чем должен заниматься психолог, то у него достаточно много обязанностей и ответственности, которые, надо сказать, помогают ребенку социализироваться. Это развитие памяти, внимания, мышления, формирование коллективных форм деятельности. Кстати, современные дети, они эгоцентричные, они не тяготеют коллективным формам деятельности. Если мы раньше в детстве... Потому что им все заменила электроника, интернет и так далее. А сейчас вот это виртуальное общение, особенности этого общения формируют особенности поведения. Где ты можешь спокойно отключить своего собеседника и выйти. Совершенно верно. Вот это вот лжесвобода, когда ты вошел в личную жизнь кого-то и вышел без эмоционального контакта, она деформирует, конечно, вот это поведение ребенка. Школьные психологи, чем они должны заниматься? Конечно же, у них есть возможности диагностики, возможности просвещения, обучения, обучения навыкам такого поведения, которое лежит за рамками обыденного опыта. Психология практическая сейчас имеет много инструментов вот такой более быстрой адаптации. Но выполнять терапию семьи, выполнять работу, во-первых, на это требуется время и, наверное, требуются годы. Если семья, предположим, асоциальная, то вы понимаете, что работая с одним ребенком, мы его возвращаем в семейную систему, и ситуация может быть еще более драматизирована, потому что он знает выход, предположим, да, есть сохранное лицо взрослый человек, а семья сохраняет абсолютно те же отношения, и тогда возможен еще больше кризис. Поэтому корректировать только с семьей и работать с семьей. Школьный психолог может просто это увидеть, но в его обязанности это, ну, просто времени хватает. И еще одна функция для школьного психолога – это, наверное, сопровождение учителей, помочь учителям справиться с этим профессиональным стрессом, с профессиональным выгоранием. Об этом мало кто думает. Поэтому если школьный, скажем, класс под присмотром классного руководителя, то один психолог на 500-600 детей – ну, это немыслимо. Ну, резюмируя, не стоит родительские обязанности перекладывать на психолога? Вы знаете, да, ну, вот мир меняется, и родительские, наверное, вот эти сейчас обязанности, они заключаются в чем? Наверное, самое высшее и лучшее проявление родительской любви, когда родители детей оснащают инструментами противостояния стресса. Они их обучают. Родители не друзья, родители наставники, они показывают, как можно справиться с той или иной ситуацией. Если говорить о киберпространстве, это реальность. Запрещать не только нельзя, это вообще немыслимо, ребенка просто вырвать из этой среды. А вот учитывать возможности ребенка, его потребности, давать ему фильтр, как работать с этой информацией – это родительская задача. И большой плюс, я даже как-то написала статью, что папы сейчас стали занимать свое место на пьедестале в семье. Это радует. То есть молодые семьи сейчас в этом отношении очень продвинутые. Какие-то рекомендации есть родителям для того, чтобы уберечь ребенка от суицидального поведения? Да, я думаю, что есть, наверное, несколько таких рекомендаций. Во-первых, первое, вот надо помнить, что подростковый возраст, он не навсегда. Это где-то два года, когда нужно просто понять. Это нормальный этап развития ребенка. Может быть, реакция ненормальная, но этап-то нормальный, и дети реагируют по-разному. И еще я сошлюсь, и очень интересный психолог, психиатр Лех Паррит, американский, он говорил, что эти два года ребенок испытывает хроническую депрессию. У него постоянно плохое настроение. Это связано с гормональным вот этим вот перекосом. Поэтому родителям, во-первых, нужно создавать позитивные эмоции. Лучшим инструментом, наверное, это юмор. Ребенку в семье должно быть интересно. Он должен интересен быть родителем. И сейчас родители заняты, но я считаю, что должен быть какой-то ритуал, когда мама или папа минут 15-20 посвящает своему ребенку. Это может быть продолжение либо ужина, либо какой-то встречи. Это не заглядывая свой телефон и обращая внимание на ребенка, а отложить и посвятить это время ребенку. Я вас уверяю, сейчас дети, я работаю и в школе иных летчиков, я у них веду ежегодно курс. Дети невероятно востребованы, у детей востребована тема отношений, межполовых отношений, любви, ценностей. Вы не представляете, какие сложные темы с девятиклассниками мы поднимаем. Поэтому задача родителей – формировать эту систему ценностей, которая адекватна времени. Ну, рекомендаций достаточно много, но я хочу сказать, что детей надо слушать и слышать, и понимать. И хотя бы один совет, рекомендация – дослушайте своего ребенка до конца. Дети все проговаривают. Пока у них нет такого внутреннего стоп, они открыты до определенного возраста. Потом этот поезд уходит. Спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин ВИСВО Наталья Ивановна Расколотко. Спасибо вам большое. Спасибо, интересно было. До встречи.